Смотрю я на Кабала в МК-11 и думаю, блин, а крутой персонаж. Серии хрен накажешь, летает по арене туда-сюда, пилы его снятся в кошмарах. Спасибо Незерелм, это то, чего нам так не хватало. Но, говоря по правде, этот Кабал и в подметке не годится тому, который был в МК-9. Скажу больше, ни один персонаж не может противостоять Кабалу из девятой части, потому что в теории он непобедим. У Кабала вообще интересная история развития. Его считают поломанным в наши дни в одиннадцатой части, он был поломанным в оригинальной тройке, да и с выходом расширенных версий оставался одним из сильнейших в классике. Про постклассику ничего не скажу, потому что гораздо легче найти что-то общее между третьей и одиннадцатой частью, нежели между седьмой и девятой, например. Но если посмотреть на турниры по Deception, а они, да, до сих пор проводятся, то и там можно часто увидеть Кабала, а в тир-листах игроков он плюс-минус стабильно среди сильнейших бойцов постклассики. Но пика своей имбовости, своей поломанности Кабал достиг именно в девятой части. Причем все, кто интересовался этой темой и играл в МК-9 в свое время, отлично знают об этом. Да и разработчики, конечно, всегда были в курсе этой, но очевидно, проблемы. Давайте вспомним, почему Кабал был сильнейшим в девятой части, почему его боялись тогда и с ужасом вспоминают сейчас. Ну я, конечно, преувеличиваю, но все же, погнали. Торговая площадка Дифмарк – это сайт, на котором прямо сейчас вы можете купить игры для любой платформы – Steam, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Просто заходите на сайт, выбираете игру, продавца и оплачиваете удобным способом, например, с Kiwi кошелька или банковской картой мир. Кроме игр на сайте доступны подписки для консолей, а также карты оплаты для различных сервисов, вроде iTunes и Google Play. Вы можете приобрести внутриигровую валюту для онлайн игр и даже пополнить свой цифровой кошелек, например, в Steam, просто на будущее, в ожидании распродаж. Еще на Дифмарк вы без труда найдете любой софт для ПК, от антивирусов до Windows. На сайте все делится на разделы и совсем нетрудно найти нужный товар, в том числе предзаказы на новые игры. Цены на Дифмарк могут приятно удивить, но еще по моему промокоду КУЛЬТ вы получите дополнительную скидку 10%. Он вводится на страницы с выбором способа оплаты. Почему я вначале вспомнил третью часть? Потому что Кабал из девятки имеет много общего с Кабалом из тройки, как бы это сейчас не звучало, но думаю все понимают о чем речь. Уже в то время, с выходом новых ревизий игры или портов, его можно было назвать бойцом, которого фиксили больше всего, потому что слишком уж поломанным он получился на старте, в оригинальной аркадной тройке. Ну то есть за одну серию забрать 100% ХП противника, не то чтобы приложив огромное усилие, это было про Кабала. Но повторюсь, по мере выхода новых версий его фиксили. Например, в аркадной Ultimate пила Кабала стала почти бесполезной, хотя в оригинальной тройке была часть усиленного комбо. К слову, в сеговской версии Ultimate Кабал игрался несколько иначе, но даже там он всегда был среди сильнейших персонажей. Если вкратце, у него две основные фишки, это Noma Dash, то есть рывок, и Projectile в воздухе. Вот две главные опции Кабала, что в 90-х, что в девятой части. Уже в тройке Кабал мог отстреливаться фаерболами в прыжке, при этом совсем немного отрываясь от земли, за счет чего его спам снарядами был очень опасен для противника, ведь приблизиться к Кабалу было очень трудно, прыгать на него нельзя ни в коем случае, а если рискнуть сблизиться к каким-нибудь спешлам, ну условным подкатам, то за счет того, что Кабал быстро приземлялся, он мог заблокировать и сильно наказать противника. Ну с Noma Dash, думаю, всем и так все понятно, этот спешл Кабала позволял очень быстро застанить противника и дальше издеваться над ним как душе угодно. При этом не было какой-то одной конкретной тактики игры за Кабала, чтобы противник мог изучить его и читать. Видимо, авторы так поддались ностальгии, создавая девятую часть, что там Кабал не то что вернулся с такими же фишками, он стал еще опаснее. Есть такой термин Instant Projectile, по-русски мгновенный снаряд. Это такая известная шаолиньская техника, которой владеют бойцы еще со времен второй части МК. Но только те бойцы, которые могут запускать Projectile в воздухе. Ее суть заключается в том, чтобы запустить воздушный снаряд на минимально возможной дистанции от земли. Таким образом, боец быстро приземляется, что логично, потому что прыгал невысоко, успеет заблокировать атаку противника при необходимости, но в свою очередь запустит снаряд, который в идеале попадет не только в прыгающего противника, но даже в стоящего на земле. На примере Кабала из МК-9, хотя не только его кстати, мы видим, как он может засирать противника Projectile, перекрывая ему воздух, потому что прыгать категорически нельзя, и вынуждая медленно приближаться, приседая и уворачиваясь от снарядов. При идеальном исполнении Instant Projectile, даже тем персонажам, которые умеют телепортироваться, очень трудно противостоять этому спаму снарядами, ведь Кабал прыгает на минимальную высоту и соответственно быстро приземляется, а значит высокая вероятность, что он успеет наказать за телепорт. Опять же ситуация очень похожа на третью часть, но почему-то авторы явно осознанно решили сделать ее возможной и в девятой. Причем и там и там, обычный Projectile Кабала, то есть стоя на земле, вообще не представляет из себя ничего выдающегося. На турнирах по девятой части можно было часто видеть, как игроки на Кабале начинают отпрыгивать назад и спамят Projectile. И это не то, чтобы основная тактика для нанесения урона, нет. Это скорее делается для того, чтобы накопить метры усиления. Причем, имея возможность выбрать арену, игроки на Кабале предпочитали брать крышу, потому что это самая длинная арена. Соответственно Кабал мог дольше отпрыгивать назад, пускать снаряды, копить метр и заставлять противника бегать за собой. И ему почти невозможно противостоять. Тут важно еще то, что если противник медленно, но верно приближается к Кабалу, то последний всегда может пустить пилу по земле, которая остановит оппонента. Он будет вынужден блокировать ее, потому что перепрыгивать себе дороже. Кабал может поймать и еще закомбить. Но самое интересное начинается тогда, когда заряженный Кабал сражается вплотную. Тут в дело вступает отмена, Номад Дэша. Если коротко, суть в том, что у Кабала есть несколько вариантов прессинга, но их суть в одном и том же. Нанести удар или серию из двух ударов, отменить ее в Номад Дэш, затем отменить его и снова по кругу. Таким образом Кабал превращается в прессинг машину и при идеальном исполнении, при соблюдении жесточайших таймингов, он просто абьюзит противника. Накопленный метр, кстати, ему нужен вовсе не для отмены. Это не МК-11, где метр защиты тратится на отмену. Он нужен наоборот для усиления рывка. В свое время на просцене все конечно знали про безумный прессинг Кабала. И также все понимали, что выполнять все эти движения с филигранной точностью бесконечно игрок на Кабале скорее всего не сможет. Поэтому был вариант залезть покой, тычкой во время отмены Номад Дэша. Но игрок на Кабале, ожидая этого, мог потратить метр на усиление. Таким образом Кабал получал броню и несмотря на полученный минимальный урон от тычки, он раскручивал противника и после этого наносил максимальный возможный урон. Опять же, из-за усиленного Номад Дэша Кабала категорически нельзя зонить. Если он среагирует на снаряд и побежит на противника, то броня поглотит проджектайл, а Кабал также раскрутит противника. К счастью, его комбо наносит не так много урона, но Кабал всегда может оставить противника стоять на ногах, нанеся завершающий удар, который рестендит. Таким образом он продолжает прессинг. Кстати, ситуацию с прессингом усугубляет и то, что у Кабала есть миксапы. Если противник долго терпит и не вскрывается, Кабал всегда может обмануть его с помощью оверхеда оружием или нижней атаки пилой. В общем, натренированный Кабал это безусловно сильнейший персонаж девятой части, а возможно и во всей серии Мортал Комбат, если сравнивать как-то относительно. Прыгать на него нельзя, зонить нельзя, вблизи он становится еще опаснее. По факту остается просто надеяться, что он ошибется и еще как-то успеть воспользоваться его ошибкой. Да, это определенно поломанный персонаж. Хотя противостоять ему может Смоук, который лишает Кабала возможности спамить снаряды, но это отдельная история. Если кто-то задается вопросом в духе «А почему тогда все не играли за Кабала, если он такой имбовый?», то отвечу, что это очень сложно. Это невероятно сложно. В теории все могут понимать, как выполняется прессинг за Кабала, но вот чтобы повторить его в идеале, нужны десятки часов тренировок. А чтобы воспроизвести это на турнире против реального соперника, также нужны опыт и реакция. Есть игрок под ником Рио, который еще 10 лет назад показывал на турнирах, каким имбовым может быть Кабал. Не так давно, кстати, он детально рассказал про свою игру на этом персонаже. Но даже ему не удавалось выполнять все идеально, просто он, возможно, был ближе всех к идеальному исполнению. Что меня удивляет в этой истории, так это то, что разработчики не просто воспроизвели Кабала из третьей части в относительно современной игре. Они сделали его еще сильнее, и такое ощущение, как будто это делалось намеренно. Не прощаюсь.